В 65-й раз для выпускников Читинской государственной медицинской академии прозвучал последний звонок. Казалось бы, совсем недавно они закончили школу, а уже сейчас они будут оберегать наше здоровье от различных напастей. За 5-6 лет учебы им есть что вспомнить. Если вскрытием будущего врача не удивишь, то присутствием на родах, особенно в первый раз, можно запросто шокировать. Такое уж точно не забудешь. На родах, да, присутствовал. Парочку раз. Как ваши ощущения? Ну, изначально, конечно, было не по себе немножко, но потом как бы уже привычно. На родах была возможность, но не стал пользоваться. А почему? Ну, была очередь просто большая. В группе не всех брали, и поэтому я принял волевое решение не ходить. Ну, во-первых, потому что я не планирую свою жизнь связываться к ужестами гинекологии, а со-вторых, ну, жена рожать будет, насмотрюсь еще. В медике ребята пошли по разным причинам. Кто-то захотел лечить близких, а кто-то продолжить семейную династию. Но все сходятся на том, что без призвания тут не обойтись. Чтобы лечить свою семью. А, то есть у вас родители специально для этого на учебу отправляли? Мне мама всегда говорила, я хочу, чтобы у меня был свой врач. Не то, чтобы я мечтала, но у меня родители врачи, поэтому со временем это осознание пришло. Я поступила в медицинский. Всегда по желанию, потому что я считаю, что в медицинский это очень сложно, и должно быть желание, чтобы поступить. Надо рассказывать детям о том, что это трудный путь. На самом деле, наверное, нужно призвание. Я всегда любила детей, и поэтому так получилось. Студенты ЧГМА, пожалуй, самые трудолюбивые из всех, кто грызет сегодня гранит науки. И это неудивительно, ведь им доверяют самая ценная – жизнь человека. Всего шесть лет, и после этого еще два года, конечно, еще ординатуру, если сам человек захочет проучить. Но эти шесть лет реально проходят махом. Ты даже не заметишь, что ты шесть лет обучаешься в ЧГМА. Потому что ты постоянно за учебой, ты не замечаешь времени, просто сидишь и учишься, и просто ты понимаешь, что уже пора спать, когда заканчивается все время. Ректор ЧГМА Дмитрий Зайцев считает, что это только закаляет характер и проверяет врача на прочность. Если шесть лет назад в академию поступило около 450 человек, то сегодня, выдержав все испытания и трудности, выпускается всего 350. У меня всегда есть такой девиз или правило о том, что человек, который много делает, он всегда все успевает. Человек, который делает мало и не хочет чем-то заниматься, он всегда не успевает. Поэтому наши студенты, несмотря на плотный график, занятия у них на первых курсах проходят с 8 часов утра до 5 и 6 часов вечера. В оставшееся время вечернее они не только готовятся к следующему дню учебному, но и занимаются всей этой деятельностью. Я вам скажу, что большая часть студентов успешно справляется и с той, и с другой задачей. Гуля Алхасова, Даниил Батвинский, Никита Дроздов, РТК Забайкали.